Одной из главных новостей минувшего дня стала информация о разводе артиста Ярослава Бойко с танцовщицей Рамуни Ходоркайте. Пара провела вместе 23 года. Семейная жизнь супругов была далекой от идеала и в первую очередь по вине Бойко. Ни для кого не секрет, что в начале нулевых Ярослав дал Рамуни весомый повод для развода. Артист тогда связался с коллегой по цеху Евгении Добровольской, а та в итоге забеременела. На борт актриса не решалась, так как очень хотела ребенка. Звезда даже радовалась, что будет одна воспитывать наследника, так оно и вышло. В сыне Яне добровольской души не чаяло. А вот Ярослав всегда неохотно говорил о внебрачном ребенке и его матери. Как бы то ни было, Ходоркайте сумела простить неверного супруга и они продолжили жить вместе. За 23 года танцовщица подарила мужу сына Максима и дочь Эмилию. Однако сейчас ни дети, небылые годы совместной жизни, по всей видимости, не смогли удержать Ярослава и его супругу от решения расторгнуть брак. Ни актер, ни танцовщица не комментируют эту новость. Информация о звездном разводе появилась в СМИ благодаря тому, что соответствующий иск зарегистрировали в одном из московских судов. Конечно, теперь народу интересно, что же случилось в семье Бойко. Уже появились теории о том, что причиной развода могла стать неверность Ярослава. Ведь когда-то по этому же поводу Ходоркайте хотела бросить супруга. И конечно же люди сразу припомнили давние слухи, которые ходят про Бойко и его коллегу по цеху Марию Порошину. Артисты много лет играли мужа и жену в сериале «Всегда говори всегда». Кроме того, сейчас они вместе выступают в спектакле «Снежный вальс». Утверждают также, что своего младшего сына Порошина родила именно от Бойко. Здесь важно отметить, что имя отца ребенка Мария никогда не раскрывала. А люди уверены, что малыш растет копией Бойко. Неудивительно, что сейчас в сети полно язвительных комментариев по поводу связи Ярослава с Порошиной. Жена прозрела, терпению жены пришел конец. Порошина такая старомодная молодая женщина, ей подойдут пожилые мужчины. Ушел таки к Порошиной. Кому он еще сдался в таком состоянии? Пишут пользователи сети. Между тем, Бойко и Порошина всегда отрицали слухи о своей любовной связи. Однажды Ярославу пришлось отметить этот факт в эфире федерального канала, чтобы положить конец сплетням. Только вот все было напрасно. И я и Мария давно привыкли, что слухи о нашем романе постоянно появляются в течение последних 15 лет, заявил ранее Бойко в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!